...сможем, какой он там революционный, не революционный, надо написать максимально хороший. А тот вопрос, о котором вы сейчас говорите, мне кажется, это вопрос переходных положений. То есть совсем не обязательно, все может быть внедрено немедленно прямо сейчас. То есть может быть какой-то достаточно длинный и постепенный механизм его ввода в действие. Если он покажется слишком революционным. Но писать заветомо плохой текст не стоит. То есть нужно написать сразу текст максимально качественный, а вот это вот смягчение его оставить на переходные положения и на процедуру его ввода в эксплуатацию. Ну вот я думаю, что такой подход должен быть. Сейчас, секунду, у меня сейчас есть с этим очень простой такой организационный вопрос. А вот у нас в организационной коллеге нет ни одного представителя там правоохранительного города. Мы пытались это сделать. Мы сейчас не все проверим. Я поясню все. Я просто хочу навести, почему я говорю про революционный. Революционный – это просто гадное слово. Действительно, идеальное. Но два примера. Вы понимаете, что это не мова. Значит, сейчас у нас действует так называемый дозвольный порядок придбания оружия. То есть сначала принимаем дозвольный порядок, чтобы придбать. Есть порядок контрольный, когда по замучению длина пришла, придбала оружие, внесла ее в базу по факту придбания и поставила оружие на контроль. То есть, соответственно, меняется сам подход. Дозвольный порядок или реестрационный порядок. Сначала дозвольный порядок, потом адресрация, а потом адресрация. Это один случай. Мы сейчас не должны говорить о том, что это просто приказ. То, что мы сочетуемся в будущем. И более такой живой дискуссийный момент, про что спільнота говорит. Климатичная оружия, которая сейчас не подходит к сферу 622 наказа. То есть калібер на 4,1 мм. И сходить к витуту лицю до 100 метров секунд. Это попередний лукав. Но может быть иначе. У нас, например, в рабочей группе, там, юридичная, как сейчас, формулись. Я формую в частях юридичной группы. Есть уже такая позиция, пропозиция, которую мы будем дозвучать. Можно сделать, продаж своей зброи, залишить вільно, но с обовязковой постановкой науки. Почему? Потому что в экипе с фурганскими випадками делается самая сфера не до зброи. Заборонить они не матично. Не матично. Не матично. То, что сейчас гадает, это не хорошо. Я все слушаю. Можно ли мне? Патрион, я хотел бы сказать, что я хочу сказать. У меня перед глазами еще очень жив опыт 20-летней борьбы, причем именно слово я это употреблю, за появлением в Украине закона об охранной деятельности, который, кстати, спустя год еще не работает. И тем же 622 приказом сам закон, он приказ не отменяет, но он сформулирован в условиях, в выполнении которых требует безумных материальных капиталовложений, массы других вещей. Узнав о том, что для получения 10-ти стволов травматики на охранной компании, который только для кого-то реагировал, нужно построить при этом оружейную комнату, которая близка к бомбоубежищу по системе технических требований, и как минимум 1150 времени вложена только в это маленькое дитя. Ну и масса других штучек. Так вот, я хочу сказать, что закон мы будем писать эволюционный, в итоге путем компромиссов мы на что-то выйдем, но наше право на инициативу у нас никто не забирает. Мы понимаем, что и что. Но с другой стороны, никто же не отменяет самой процедуры принятия этого закона законодательности. То есть, какое бы бешеное или разумное, или неразумное дитя мы путем общественного всеукраинского обсуждения не родили, в итоге, значит, в действительных изящных движений в втором, в третьем профильных комитетах это дитя станет обрезанным, я имею в виду язык, еще какие-то вещи, и в итоге мы не знаем результаты, которые выйдем, но мы сейчас выступаем как инициаторы гражданского проекта. Наша задача все-таки законодатель должен положить тот проект, который получит одобрение, поддержку и так далее. И мы не беремся ведь обсуждать процедуру, которая как бы принята, и она есть, и это для нас не то разное. Я хотел бы, вот пользуясь ситуацией, чтобы мы потихоньку подошли, значит, Георгий, сделайте два принципиальных момента. Первый момент, у нас первое заседание редакционного совета, и мы обязательно, тем более мы взялись это сделать на глазах журналистов, значит, мы просто не будем обязательно начать все-таки оговорить и утвердить порядок для этого, мы этого не сделали. Мы почему-то решили эту процедуру отпустить, но я понимаю, вроде как по факту, но это принципиальный вопрос. Я считаю, что на будущее не надо, даже если, я хочу, чтобы представители СМИ знали, что при всем этом, мы, собираясь даже вместе, без каких-либо посторонних очей, какие-то процедурные вещи будем уважать и соблюдать. Это раз. Второе, я хотел бы более детализировать, что ли, позицию, которую мы получили на сегодняшний день от партии регионов. Она как бы немаловажна, потому что это все-таки правовластная, так сказать, партийная фракция. 12 числа, наверное, были отправлены 5 писем в адрес 5 партийных фракций. 12 вересня. Значит, 12 вересня, да. Я обращаю, что мы называем цередатой. Значит, 12 сентября были отправлены письма. Уже 18-го, 2 вересня, не ошибаюсь, да? Значит, 2 жовтня была первая. 2 жовтня. Значит, было распространено. По-перше, мы получили достаточно быстро, но получила почему-то не ассоциация владельцев зброи, а вот я, поскольку я членом так называемой Ради УСПП из корпоративной безопасности, как член этой Ради, я отримал лист, в котором было написано, что за доручением главы фракции, значит, пан Кинах, который является главным Комитетом УСПП и населения безопасности и обороны, значит, отримал доручение на выполнение этого места. То есть, первое, это означает, потому что принциповая партийная фракция, она не отмахнулась, а это выросло на уровень. Но, поскольку у Анатолия Кириловича есть свой механизм, который руками не працан, им стало, что они не разобрались в суде того, что мы запрофонували общественный проект, в основном всей стране. И они обратились к членам этой Ради с предложением, что давайте у нас есть работая комиссия, есть опыт на працювание этих законопроектов, и они действительно принимали очень активную участие в утворенном законе про охранную деятельность. И вот, когда мы начали уже разбираться, то получили листа от заведующего секретаря партии, фракции, партии регионов, в котором написано, что разглянуто и уже такого-то числа сформировали механизм надания допомоги и так далее. Это принципово. А еще, что мы сейчас начали разговоры с самой рабочей группой, которая сейчас так же творится, мы воспринимаем как очень мощный фаховый ресурс работы в этом громадском проекте, потому что я знаю, что там и фаховцы, и генералы, и даже один героин Украины. Я пью, за счет, что мы знаем, что и Герои Украины завучены на этот вопрос. Ну, очень приятно. Поэтому я хотел бы это представить, оскільки, не потому, что нам хочется очень заграти, и сам сказать, что правовладная фракция. Я хотел бы сказать, что это достаточно плитная ситуация, как по мне, когда есть желание не просто нам сказать, что мы вас поддерживаем, а по кости. И наша реакция была, в том числе, с вернением на, особенно, до Пана Кинеха и до секретаря фракции Римонев с конкретной пропозицией залучить особисто Набори Кирилович, враховывая досвид впливы и так далее, до работы в редакционной ради. Но, оскільки, это было не так давно, сделали, несколько дней в том, то, конечно, пока еще это реакция не знает, но я хотел бы до вас это доказать, оскільки, потому что это интересный, для тех, кто будет исследовать развитие реализации самого права. Вы просто детализировали то, что мы находимся в основе. Нет, это интересный. Вы же не сказали, что мы... Это интересные детали. Это интересные детали, организационные недолки, но они связаны с тем, что это действительно наше первое заседание, мы его не формализируем, мы понимаем, что мы, первое, что мы должны что-то вырежать. По-друге, порядок для них был, просто в связи с тем, что нет некоторых членов Редакционной Ради, немного сместились акценты, соответственно, наступного раза ровнее. Ну, короче, признайтесь, признайтесь, что надо было его проголосовать. И не будем больше... Я выстаю свою помощь. Я могу выразить, это Тёва, если вы что-то задали. Мы общаемся, мы общаемся ведь не потому, что здесь есть журналисты, а нам надо какому-то какой-то особый способ вытемериться и показать, каким-нибудь нет. Я не согласен, что процедура какая-то нефемизм. Вот мы поняли, что нет Бог никогда, что мы все волнуемся за судьбой Юлии Владимирова, закончили голосование, и так далее. Вот выложены перед нами, пропозиции, что-то регламент по работе заседной интенсивной рации. Я бы наступлю разум. Они, как бы, так сказать, остались на бумаге, хотя их можно было говорить, там, наши кнопки, они, что стернонии, интересные, где что-то написано сегодня. Мы не досмотрим. Мы можем поменять. И... Журналисты, мы продолжаем и следующему высказанию, просто привести вот эту часть в порядок, да? Не-не-не. Нет, это мы формально можем сделать это сейчас. Не-не-не. Вы сами. Я не понимаю, что это, что вы работаете за раз. Разумелось, что порядок денный, нормальный. Следующий раз. Мы стараемся и безформализоваться, чтобы было больше. Мы все правильно. Если у нас будет больше, будет тяжелее. Абсолютно. Я внесу ясность, что логиста, если бумаги не верят. Третий пункт было написано про проект порядка денного заседной реализированной радости. О, плохо. Я не по этому существую. А потому что я как раз знаю, что есть... Не по этому. Я не избирал от чувства ответственности от невысказанности. Нет. Мы все получили нормальный доступ к тому, чтобы сказать, это Сережа Львович, он подозрительный, я не знаю, какую мысль на нашу церковь. Я хотел просто сказать, что есть какие-то рекламентные вещи, мы их лучше в основном возникло соблюдать в отношении друг друга. Потому что мы на самом деле обсуждаем, вот каким может этот состав редакционной рады в условиях того, что мы задумывали как вот такой общеукранский проект, мы понимаем, что это не 9, не 10, и, наверное, живут 15 человек. Нам думается, что это, когда мы все эти гугл видим, слышим, читаем, инициативы и так далее, дать бы, что мы остановились может быть где-то на 20-25 человек. Это реально, это с измеримом будет с масштабом проекта. Но среди этих 25 всегда может нати человек тот, которым будет искать, что я ценю, вот там еще. Нам будет что-то предусмотреть, и не спокойно предусмотреть. Вы хотите меня добиться, я понимаю. Я абсолютно серьезно, я признаю эту помощь, и хочу сказать, что... И вот, повертаючись до питания Министерства Городичных Справ, то для нас принципово было витримать перший час, отримать фидбэк від Ради. Тобто, никто в данном випадке, ані мы с вами, ані Министерства Городичных Справ, не может выречить проблему. Для того, чтобы закон отбылся, нам нужна реакция народа Городичных На сегодня мы можем официально вернуться до всех тех, кто может и будем сподеваться будет задействовать в этом процессе. Это и Министерство Городичных Справ, и Министерство Юстиции. Рада Нацбезпека и Обороза. Теперь велисти счастья, получают другие инстанции. Это однозначно. И так же нам доведется получать час, когда они 4 дни на листовании, на листовании, на листовании, на листовании, на листовании. На ваших очах народился такой неумерный термин «Лести счастье». Да, они очень радуют, когда властники оружия надсилают им листов с пропозициями принять участие в чем-то открытому. Просто сидите на очах журналистов и отвечают на вопросы, там формуют. Ну, лучше не питание, лучше давать комментарии на своем деле. Ну, меньше темы. Так. Ну, что, пройдем все кротинько по англосу. Я должен еще публиковать. Давай, дай. Я понимаю, почему мы разбудили. Ну, это, власне, уже второй этап работы законопроекту и без, скажем так, без будь-якої, даже и рабочая черновая структура закону, закон не пишется. Ну, тобто, есть скелет, на котором, власне, тримаются диазоли, точнее, органи и все. Поэтому мы хотим уже буквально с полетилка запропоновать в спільноте рабочий проект закону про зброю. Можливо, знову ж таки, респросильное питание, менять назву, чи не менять, чи злишься, что я рабочий, знову ж таком в результате, и начать обговорение рост первого закону, загальну положенную. Где будет приганнула, где будет в сфере длительства закону визначение, это уже будет прописываться, чтобы мы наступны все реакционные ради могли вже с первым разрезом працювать. Тобто принимать, подтвердить, критиковать. Поэтому, я, власне, в результате, раскопировал эту структуру закону. Тут есть достаточно много дискуссийных вопросов Эта структура, например, когда она была уже раздрукована, попередня погоджена, там, взагал, раздрукована, возникло питание, например, релот на боеприпасе. Релот цивильный, то есть для журналистов, это предупреждение на бою. Поясни еще раз, поясни, что есть стрелецкий комплекс, который быстрее... Справа на стрелецкий комплекс, по-прежнему, что мислицы традиционно, еще из родинских времен, украинские мислицы, радянские, против украинские, правильно, российские мислицы, мислицы, мали право законно сопереджать боеприпасы по своей мислицкой оружии, гладкоствольной оружии, в себе, власне, дома. Ну, с дотриманием засобей безопасности. Они для этого покупали отдельные компоненты, капсули, гильзы, порог, дріб. И под свою ручнице, под свои навыки стрельбы, поливание, они все скручивали до купи и стреляли. Внасситок, дико, и это так, и это досить-досить дешевляло, власне, вартость этого набоя. Внасситок, кавардаку, загального правовоуправничего кавардаку, что появляется в сфере обиду зброи, в прошлом году, в прошлом году, когда внецеление чековых изменений в Криминальный кодекс. Украина... И в 2011-м. Возможно, в 2011-м. Я не помню сейчас это有一째... Но эти властники мисловской оружии, которые приспорядживают патроны, просинаются одного дня и становятся заключенными. Потому что ни с того ни с сего права традиции, ризко решение парламента меняется, и приспоряджение мисловской оружии становится криминальным действием. При этом в магазинах у нас и порог, и капсули, и гильзы, и дрит. Все можно купить. При этом в 622-м наказе эти компоненты